Как открывается багажник с ноги. Ой, какая красивая тачка. В салоне у нас здесь кожа. Протечки скрываете? Нет. Зачем помыли? Мы всегда моем. И обратите внимание, ты на колесах. Очень классно. Да, можно не менять диски эти. Просто что за мотор, особенности его какие-то в сравнении с другими моделями. Мотор, я смотрю, да? Объем бака... Ну, любую машину Kia. И ты бы какую выбрала вот из всех? Ну, только честно скажи. Три с половиной часа пройденных подписанием документов. И вот оно. Опа-на! Ты посмотри. Чего ты радуешься? Чего ты? Кленочки на ней уже не было? Конечно, нет. Мы любим, когда есть пленочка. Неудобные вопросы для сотрудников Kia Motors. Смотрите в моем провокационном видео. Ну что, мы приехали в Kia Motors с Николаем. И сейчас торжественный момент, когда этот человек счастливый, потому что он пересел с автомобиля. Лада! Да, подождите, говори на что. Интрига. Да. В Kia Motors интрига. Здравствуйте, у нас торжественный момент фотофиксации. Ладно, нет, мы гуляем. Вы не так-то не делайте больше, но чирс не остановилось. У вас сразу, чтобы все поскидывались. В следующий раз приду сразу с капельницей. Что происходит? Ну что, мы снимаем красивых девушек и вообще радостное событие. Как вас зовут? Елена. Сколько вам лет? Вы замужем? Нет. Елена, скажите свою фамилию, только честно. Я хочу написать хороший отзыв. Обо мне хороший отзыв? Да. Елена. Я это затру, чтобы сам лично ей написать. Можешь загонять, клиенты приехали. Побыстренько мы показываем современный модельный ряд Kia Motors. Значит, это Kia Optima. Такая красивая. Объемчик у нас 2,4, 188 лошадей, передний привод. Шестиступенчатая коробочка. Достаточно хорошая, экономичная. Kia Cerato. Когда-то хотел приобрести такую тачку. Давайте посмотрим по объему. У нее 2 литра, 150 лошадей, но она небольшая. Поэтому эти Kia Cerato очень-очень резвые и подрывистые. Внутри все выглядит тоже замечательно. Ну, конечно, салон у нее не очень большой. Сзади места будет не слишком много. Ой, какая красивая тачка. Это Stinger. Посмотрите. Стоимость 1,7. Это в минимальной комплектации коробка передач автомат. Восьмиступенчатая. 370 лошадей. И 3,3 бензиновый двигатель. А, что это я говорю? От... А, ну да, получается конкретно начальная цена 3,289. Причем здесь 1,7, я не понял. Ну ладно. В общем, давайте посмотрим. Очень крутая тачка. Выглядит просто ошибательно. Что в салоне. В салоне у нас здесь кожа. Ну, это уже премиум класс. Сзади это выглядит вот так. Четыре трубы. Посмотрите. Просто невероятно круто. Kia Soul новый. Киа Soul новый. От 800 тысяч. Это 1,21. Короче, в районе миллиона стоит эта тачка. У нее объем 1,6. Экономичность 132. По лошадям. Автомат. И не написано, сколько коробка имеет передач. Но, в общем-то, большая высокая машина. Конечно, внутри все очень простенько. Но она большая. Что очень важно. В городском цикле. В городском цикле это очень удобно. Трогать по бортикам. Это у нас кто? Kia Optima. Выглядит просто шикарно. У нее бензиновый двигатель. 2 литра 245 лошадей. Ну, слушайте. Вот это прям вообще красавица. Вот это вот за 2 мульта. Вот прямо крутая, оптимальная тачка. Сзади вот такой вид. Красивая. Посмотрим, что у нас вот это. Это Sportage. Хорошая машинка. Все ее знаем. 2 миллиона тоже стоит. Кстати, я бы, наверное, даже лучше взял Sportage. Чем седанчик. Вот это Sorento. Посмотрим, что она из себя представляет. Значит, тоже 2 мульта. 2.4, 175 лошадей. Что внутри? Внутри прямо. Но она реально большая. За 2 мульта. Такую тачку. Это можно на целую семью. Вот хит, собственно, от Kia. Это Kia Rio. Самый народный автомобиль, который покупают все, у кого нет денег на большее. Здесь у нас, получается, в районе миллиона стоит вся эта история. Автоматическая шестиступенчатая. 1.6, 123 лошади. Ну, там 2-литровых не бывает, в принципе. То есть, там будет у вас... 1.6. 1.6, да. Соответственно, мотор проверен уже временем. 123 лошади. Очень-очень динамичный. Сам по себе. Но что самое главное, да, что как в моторе 1.6, так и в 2-литровом турбо, либо в 2-литровом атмосфернике применяется установка коробки IC. Это японская коробка шестиступенчатая, которая, ну, она себя очень... Ну, и японские автомобили мы все знаем как супернадежные и долговечные в прошлом. А сегодня? А сегодня, на самом деле, коробку IC составят не только японцы, но и вот я пришел сюда с бренда Volvo. Классная машина. Вроде говорят, на скорости не очень корректно себя ведет. Внутри салон класса эконом. То есть все очень простенько. Никакой кожи. Вот. Но, тем не менее, это современная хорошая машина. А вот и наш покупатель. Он скрывает пока что от всех, что он покупает. Больше всех меня радует. Именно наш продавец. Добрый вечер. Извините, вы не так хороши, как она. Я не петент на вас. Мало лет. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мало лет. На доске почет на меня посмотреть. Сейчас Лена решила показать мне очень важный момент. Вот вы смотрите, кто лучший сотрудник месяца. Подожди. Это я. Так это же ты. Это я. Это ты. Это я. Все-таки ты лучший сотрудник. Все-таки я лучший сотрудник месяца. А кто в этом сомневался? Ну скажите, ну разве может быть лучший сотрудник другим? Значит, теперь не соревнуется, кто круче. Значит, вот я вижу молодого человека здесь в журнале. Выглядит как будущий миллионер. Может, поэтому она снимет. Как бывший, к сожалению. Вы ее бывший? Нет, как бывший миллионер. Если будете будущим миллионером, то она тоже ваша будущая. Нет, я не такая. Я не меркантильная. Я не меркантильная. Это прекрасно. Это прекрасно. Я хочу пригласить вас в шаверму. Можно макдоначь, пожалуйста? Будет сделано. У меня есть курица, гречка и салатик. Хочешь? Слушай, очень-очень. Так, ладно, что у нас тут? Торжественный момент. Мы сейчас идем смотреть автомобиль, который непосредственно скоро должен уехать. Оба-на! Ты посмотри. Че ты радуешься? Че ты как-то вяло радуешься? Прыгай, прыгай. Прыгай. Так. А пленочки на ней уже не было? Конечно, нет. Мы очень любим, когда есть пленочка. Ну, там на отдельных элементах. Знаешь, чем пахнет? Суши. Суши. Здесь кто-то ел суши? Да. Смотрите, вот секрет успеха. Стоило купить новую машину, и она уже лезет в нее. Друзья, вы посмотрите на это счастливое лицо. Подожди, 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 я сейчас отъеду назад. Это тоже интересно, как ты отъезжаешь, да? Так. А может она быстро вперед-назад уже? Нет. Нет, да? Самому работать опять. Как он мне тут открывает? Мы хотим проверить систему, как это. Как открывается багажник с ноги. С ноги. А, это вот, это когда я видел ролики, когда человек лезет в самый низ, там, чтобы открылось. Нет, вообще, когда ключик держишь в кармане, должен багажник открываться. Вот ты когда подходишь. Так. Может быть, эта функция просто не запущена внутри? А, это есть, да, скопаются. А теперь у меня неудобный вопрос специалисту Кеа Моторс. Скажите, пожалуйста, почему у вас двигатель намытый? Протечки скрываете? Нет. Зачем помыли? Мы всегда моем двигатель, когда выдаем автомобиль. Он должен быть полностью чистым. Я протянула на колесах. Очень классно. Да, можно не менять диски эти. Очень крутые диски. Или, говоря по-станиславскому, диски. Посмотри, там, здесь открывается... Наверняка же это бачок, лючок бака. Лючок бака, пожалуйста. Бак объем. Бензин, можно 92, можно 95. Объем бака. Объем бака. 92? Объем бака... 70. Давай еще раз. Объем бака. Подожди. По-моему, 63. Неудобные вопросы для сотрудников Kia Motors, смотрите в моем провокационном видео. Это раз, два, три, четыре. Это воздуховод. Это фильтр воздушный. Это либо тормозуха, либо омывалка. Вот, класс, 70. А, вот омывалка. Не помню, что же. Это что? Это какой-то... Тассов, скорее всего. А, охлаждение, охлаждение двигателя. Здесь 9,4 литра, 180, совершилось чудо. Я получил свою тачку. Каплиц, каплицов. Каплиц, каплицов. Вот она. Та-дам. 20 грамм. Вот она. Kia Optima 2,4, 180, 180, 169. Все остальные думают, когда уже эти придурки свалят отсюда. Так, мы сейчас с Артемом будем рассматривать мотор. Коль, открой, пожалуйста. Нужно знать просто, что за мотор, особенности его какие-то в сравнении с другими моделями. Каплиц, манжу, да? Да, да, да. Ну, собственно говоря... Откроем, может быть, что-то, да. Я с удовольствием. Ну, собственно говоря, все просто. Это у нас 2-литровый мотор турбированный. Система непосредственного впрыска GDI. То есть это, собственно говоря, уже даже не какая-то новинка, да, такую технологию применяю и применяю до сих пор. А в чем суть этой системы-то? Ну, это, собственно говоря, на каждую свечу стоит своя насос-порсулка, да, то есть идет непосредственно впрыска цилиндр. На счет этого, соответственно, ну и другие показатели по мощности, по отдаче в крутящем моменте. Да, ну, в общем, КПД, КПД выше. КПД мотора выше. При этом, при всем, показатели по расходу значительно ниже, если сравнивать с аналогичными двигателями. То есть, в целом, в общем, эта технология используется до сих пор на двигателях компании Mitsubishi. А если сравнивать с Kia Cerato, то есть там как с моторчиком? Ну, в Cerato, соответственно, у нас устанавливается 2-литровый аналогичный мотор, но без турбины. Да, соответственно, ну и есть в том числе мотор 2 литра с непосредственным впрыском, поэтому, по большому счету, это тоже самый двигатель, просто без турбины. Лен, смотри, вот представь себе, что у тебя достаточно сейчас средств, чтобы купить одну из любых, ну, любую машину Kia. И ты бы какую выбрала вот из всех? Ну, только честно скажи. Я бы выбрала, ну, либо Soul, либо Optima. А почему? Ну, потому что мне нравится. Soul? Да. Ну, потому что мне Soul нравится, потому что он не похож на все остальные автомобили, а Optima, потому что, ну, это вообще один из первых моих любимых автомобилей. А ты бы поняла, допустим, если бы я сказал Sorento? Sorento, но мне Sorento не нравится. Потому что он большой мужицкий. Но нет, это просто автомобиль такой, мне кажется, несовременный. А, что он как бы старперский немножко? Да. Семейный типа того, да? Семейный там, да. Сейчас слушаем. Ну, просто, если как смотреть на престиж автомобиля, то, конечно, Sportage несколько получше выглядит. И следующая модель, которая дороже после Sportage, как она называется? Sorento, Sorento Prime. Вот, но Sorento это у нас классика жанра. Да, она, этот автомобиль до сих пор не себя с производства поставляется в классическом исполнении. Но флагман наш, это, конечно, Sorento Prime. А минимальный Sportage, он от двух начинается? От миллион трёхсот с копейкой. И это, скорее всего, весла? Ну, в новом, в рестайлинговом исполнении, сейчас вот у нас уже, что вы не представляете, в рестайлинговом автомобильном, это не весла. То есть, это вполне самодостаточная комплектация с кондиционером, с стеклоподъемниками. Ну, то есть, Sportage в комплектации люкс, чтобы вы понимали, где будет уже климат-контроль, подогрев, все включая лобовое стекло. А хорошая мультивильная система, это 1,6. Ну, то есть, в любом случае, до двух можно. Всё, Артём нас классно проконсультировал. Пусть скажет свой Инстаграм. А, Борисов, 184, да, заезжайте к нам в Кио-Моторлайн на Ерёвске. Рад был. Николай Николаевич, поздравляю вас с покупкой нового автомобиля. Наконец. Держите ваши ключи. Три с половиной часа пройденных подписанием документов, и вот они, вот они, долгожданные ключики. Спасибо вам большое, Гелета. И мой халявный ужин. И это правда. Пойдём, души. Всё, давай. Пока-пока. Всё, пока-пока. Во второй части вы увидите обзор Киа Оптима 2018, сделанный хоть и непрофессиональными обзорщиками, зато уж точно честными ребятами. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ваш Евгений Донец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok